Мы немного выше находимся. Можем несколько слов сказать о том, как команды играли, как они выступают в своей группе. Специальные друг друга и в зависимости от этого строят свою игру. Высокая подача была во Вратарскую. Да, мешают, уже мешают, мешают по всему полю игроки Шахтера БТ играть. И пока они не могут выбраться из этой ситуации, я имею в виду игроки БТ. Пока она для них напряженная. Вот такая активность Шахтера, она чем обусловлена? Тем, что БТ физически не готова. Физически игроками между Вратарем и Времен старт. Как прилип к нему. Припустился дождь сейчас. Мы этого и ожидали, потому что черные тучи были над стадионом. И вопрос, когда эта дождь усилится, был просто вопросом времени. То, что надо было делать, прищутить воду, сейчас Шахтера начать делать. Этическая задача, это сейчас закончить первый тайм. В свою пользу. В свою пользу. Шбират, да? Дальний пас. Направо. Направо. Один момент они реализовали. Поэтому, возможно, вот такое давление и необходимость в конечном результате. И одну и вторую команду они будут... Сейчас здорово на третьего разыграли. Видите, как за счет вот такого уже, будем говорить, опыта Коваленко выиграл борьбу. А, какая передача прекрасная. Выход, наверное... Штандер с мячом. Быстрее, быстрее надо решать. Ну, как же можно так запороть последнюю передачу. Очень неаккуратно этот пас прошел у него. В ситуации, совершенно верно. Действия игроков и вместо атаки Баты идет атака Шахтера. Ну, хорошо, как все. В одно касание, динамика осталась. Суть и дело Коваленко мяч не теряет. И акцент развития игры правильно. Ох, какая опять передача хорошая. Ну, надо сразу средину отдать, быстрее. Тем не менее, он сегодня гол забил. Ну, и важный матч будет в Бильбао, где Атлетик будет принимать Порту. И нам бы хотелось бы, конечно, чтобы Атлетик показал хорошую игру в этом матче. Был бы очень хороший фоверд. Ну, по крайней мере, атакующий игрок. Хорошая левая нога, технически достаточно сначала. Немножко в мышлении похитрить. Вот сейчас правильно. То, что делает Шахтер. Контроль мяча и выпад вперед. Наверное, победа в домашнем матче уже решит вопросы выхода из группы. Ох, какой хороший удар. Какой удар. Решит вопросы выхода из группы, не? Ох, какой хороший удар. Как? Ворота под номером 48, Денис Чиркинский. В защите слева направо под номером 5, Александр Гурлий. 46 номер, Александр Павловец. Номер 2, Максим Роу. И под номером 4, Дмитрий Байкутов. В полузащите пара опорных голдеков. Это номер 6, Алексей Каневич. И номер 49, Александр Джигера. Он сегодня с капитанской поляской. Атакующие полузащитники кандидатам номером Павел Горбошко, номером 24, Артур Киршко и номер 18, Илья Кукарчик. И судя по той схеме, которую предоставили представители белорусского клуба, с единственным сегодня нападающим играет Батте. По 10 номерам это Алексей Петрусевич. Главный тренер команды Виталий Рогожев. Здесь на стадионе Медик. Мечу с одежным составом Партугальского порту. 1-1. В Павле потерпел, как я уже говорил, 3 поражения. В Партугалии уступили в Португалии 2-0. Но, вы знаете, оба мяча тогда Борис Текловку провели с пенальти. И хоть и было у них приличное преимущество, однако вот такую нибиренную эту победу не назовешь. Длинный заброс в этой лиге сказал, что проиграли в Португалии. Очень интересный был матч. Домашний ботет против ОТЕК Кирикова. У нее равная игра. И мне много не повезло, что в последний момент с каждым матчем совершенствоваться. Только 3-5. Потому что большой долей вероятности, можно сказать, что Шахтур выиграл. Уже это может случиться сегодня официально. Может быть оформлена куперка в Диме. Забросы и не успел. В таких европейских баталиях многие из горняков принимали участие в прошлогоднем розыгрыше. Димыш с коллегией УЕФА. Напомню, что тогда команда Валерия Кривенсова дошла до 1-8 финала. Лишь на чужом поле уступили Лондонского арсенала. Уже, кстати, два участника нынешнего плыва. Перебранцев работал в защите. И вот передал Футрусевича. Очередная длинная диагональ. Футболистом возрастом до 19 лет не отличался. Однако за счет хорошей организации игры, за счет цена прешенности, ему потом нужен любоподийский сюрприз. За 18 сыгранных минут он смотрится надежно. Интересно было, конечно, увидеть еще и атаки от них. Очередная на лево и направо, в прямом смысле слова, раздает на мутызлоде против соперников и сумел пройдет мяч для своей команды. Право, право, право! Чуберанзия вперед выпускает Речак Аль и Хам... Позав! Маш! Маш, тише! Маш, ты все! Один, один, один. Сюда идет, она идет! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok